Я только из ванны вышел, секс с легким паром, джузи биби ема, это большая проблема. Всем здорова, всегда Эннуж на связи, блин, капец, ты попал на охреневающее разрывное настроение, ау, бэби. Блин, то самое чувство, когда эмоции безумно зашкаливают. Вы даже себе представить не можете, насколько я горю своим делом. Я вчера, прикиньте, поздно уснул, но я понимал, сегодня рано я проснулся в 11. Но для меня это рано. Но поскольку поздно уснул, я особо не выспался. Но я настолько горю своим делом, я просто безумно, я понимал, что я утро проснусь, и у меня тренировочка, ау, бэби. Я вижу, как меняется отражение в зеркале, мне просто башню сносит от этого охреневающего результата. Я просто чисто, вот, эмоции реально переполняют. Найдите для себя в жизни то, от чего вы будете просто на безумие гореть. Что просто чисто от одной мысли будет башню сносить. Вы просто будете до безумия счастливы. Вы будете реально самым счастливым человеком на планете Земля. Никакие ни бабки, ни машины, ни детки. Вообще никто не нужен. Ты просто реально занимаешься, ты просто делаешь упор на себе, и ты реально с этого кайфуешь. Мне, кстати, один писал там, директ, не первый раз. Понятное дело, я же директ никому не отвечаю. Объясню, почему. Ну, по сути, я объяснял. Потому что человек так устроен. Один раз ответишь, все. За одним вопросом последует еще 15. Я, знаете, кстати, до безумия стал ценить свое время. Я стал понимать, что время это самый драгоценный мой ресурс. И тратить свое время на каких-то бедолаг, кто там пишет. Понятно, что хейтерам, но это смешно отвечать, да? Глупому человеку на глупость. Второе. Независимо от того, кто что пишет. Даже пускай там по каким-то там нормальным вопросам. Дело в том, что не потому, что я не хочу отвечать, или я там ЧСВ. Но это тоже. А потому что, когда ты отвечаешь человеку, допустим, он. А как ты питаешься? Ты же ему не напишешь в двух словах. Вот так. И все. Потому что за одним вопросом последует миллион других вопросов. Поэтому проще человеку не отвечать. Реально, попробуйте. Вообще перестаньте общаться с людьми. И вы увидите, как начнет налаживаться ваша жизнь. Да, я, бэби. Да, я, бэби, бэби. У вас будет дохрена энергии. Вы ее перестанете тратить на посторонние, как говорится, да? На посторонних людей. И вы будете реально заряжены всегда и везде. Потому что, по сути, можно было ответить, да, кому-то. Но в этом нет никакого смысла. Потому что человек так устроен. Человек вообще зависит от существа. Он ничего не ценит. Он только пишет ради своей выгоды. Не более. Он один, я помню, с ним познакомился на катке. Ну, как на катке. Он у меня был подписан. Потом, естественно, мы с ним встретились на катке. Типа подписчик мой. На самом деле, он у меня не был подписан, оказывается, даже. Вы прикиньте. Стоял мне нагло в раунд. В свои лупы. Короче, в итоге. Чего же хотел рассказать, забыл. Ас-то я врал. Так вот. Он, получается, говорит, типа, давай встретимся. Я тебе там запишу, тебе видосы. Тебе же там нужно. Мне от первого лица. А я ему говорю, да, по сути, мне не нужно. Я же сам справляюсь. Зачем мне, как говорится, монтажер, кинорежиссер. Я сам могу себя и записать, и отписать, и подписать. Я говорю, я не требую. Я говорю, меня не интересует съемка. Он говорит, да нет. Что ты говоришь? Все, говорит, абсолютно бесплатно. Никаких денег, ничего. Я говорю, это понятно. Ты думаешь, я бы тебе платил бы? А я говорю, ты что, совсем ку-куху у тебя поехала? Короче, в итоге мы встретились. Он записал несколько видосов. Потом мне пишет, спустя какое-то время. Уже видосы мне скинул, все. Но это прошла неделя. Он мне пишет, слушай, говорит, я тебе записывал видосы. Ну, я ему написал спасибо. А что должен был ему написать? Он мне пишет. Я тебе записал видосы. Мы с тобой встретились. Я тебе помог. Теперь ты мне должен помочь. Научи меня кататься. Выдели час своего. Я говорю, своего времени. Буду тебе выделять час, чтобы тебя учить кататься. Я говорю, ты что, смешной? Серьезно? Я говорю, ты думаешь, я настолько не ценю свое время, чтобы я на кого-то тратил его? Я говорю, я этот час лучше сам погоняю. Стану лучшей версией вчерашивания себя. Он пишет. Все вы одинаковые и тому подобное. Видите? Человек сам напросился, чтобы он меня снял. Я его об этом не просил. Я просто, он сказал, типа, хочешь? Я говорю, ну, если тебе не сложно, можешь снять. Видите, как получается? В итоге то, что с его стороны я полная пип. Ну, а естественно, с моей стороны я людей не прошу этим заниматься. Это лично было твое желание. Твоя прихоть была. Поэтому видите, как оно все поворачивается в итоге. Поэтому если, как говорится, человек от вас что-то хочет, лучше ему отказать. Так будет и проще, и легче, и лучше. Так вот, на один недолго писал, говорит, типа, ты врешь. У тебя, говорит, не могут быть такие бешеные ноги, такая безумная сепарация, такой рельеф от тренировок дома. С весом собственного тела. Кстати, между прочим, я ярый противник. Теперь весов. У меня тренировки только с весом собственного тела. Многие спрашивают, а почему? А зачем ты ушел из зала и тому подобное? Для меня просто здоровье стало на первом плане. Понятное дело, сколько бы вы не подтягали, даже если вы будете поднимать по 2 килограмма, по 3 килограмма, маленькие гантельки, в любом случае это безумная нагрузка на суставы и связки. Если в дальнейшем вы не хотите проблем, чтобы у вас были различные грыжи. Он один, как говорится, меня научил на всю жизнь. Как говорится, желание напрочерпало заниматься весами. Я ему говорю, что вы так как-то странно ходите? Он говорит, так у меня грыжа. Я говорю, ну а ощущения от грыжа какие? Он говорит, ну как кол в жопе. Он говорит, и как будто тебе все дальше, дальше, дальше его вбивают, когда ты, говорит, наклоняешься. Я говорю, ощущения охреневающие, да? Он говорит, да, говорит. Я говорю, как вы получили? Он говорит, поднимал тяжелые веса. Я говорю, а что без техники поднимали? Как оно? А он говорит, а техника никакой роли не играет. Он говорит, ну как, безусловно играет. Он говорит, но когда веса тяжелые, как-никак, в любом случае организм даст однажды сбой. Однажды даст сбой. Это не означает, что вы будете там тренить там два дня и получите грыжу. Нет, это на протяжении нескольких лет. Просто зачем? Зачем просто? Для чего? Если вы выступаете, если вы этим зарабатываете, если вы этим живете, да? Тогда есть смысл принимать различные препараты и тому подобное. Как говорится, рвать себе пятую точку. А если вы это делаете чисто в кайф, для себя любимого, с большим удовольствием, то для чего вам веса? Как говорится, собственно, я понять не могу. Так вот, мне один написал, типа, бред полнейший, быть такого не может. Ты обманываешь, ты с весами, у тебя дома какие-то там гантели. Придумать на ходу, короче. Я ему говорю, хорошо, если ты так считаешь, я говорю, давайте я скину программу, тренировочку свою на ноги. Ну, он, короче, ее просмотрел. Он мне пишет, это на протяжении, говорит, скольких нужно? Сколько должно, говорит, по времени это проходить? Я говорю, 30 минут. Он говорит, а ты, говорит, написал, а почему там не указан отдых? Я говорю, потому что отдыха нет. Он говорит, вообще, я говорю, конечно. Одно упражнение следует за другим упражнением. Я говорю, ты же хочешь на результат работать? Я говорю, так ты попробуй так отзанимайся. И что вы думаете? Он мне больше не писал. Видать, не выжил, как говорится. Видите? Люди поначалу просто склонны обсуждать, завидовать и писать всякую хрень. Ровно до того момента, пока ты человеку на пальце, как говорится, как корова, не разжуешь ему. Как ты это делаешь? Для чего? С какой продолжительностью времени? И что-то подобное. Поэтому, перед тем, как писать какие-то непонятные глупости другому человеку, вы должны оказаться в его шкуре, попробовать его упражнения, посмотреть, чем он живет, как он живет, чем он занимается, в конце концов, какое у него хобби, кайфует он, не кайфует, какие у него цели, какие приоритеты. Вы должны хотя бы немножко узнать о человеке. А только потом писать какую-то гадость. Поэтому давайте всех обнял, всех поднял, люблю, целую, на картке увидел.